добрый день я представляю студию разработки компьютерных игр mind patch мы достаточно молодая студия я хочу рассказать вам про игру asteroid miner меня зовут креков тимур я сооснователь нашей студии и в общем-то идейный вдохновитель данного проекта и так кратко об игре еще раз это игра под мобильную платформу вот это стратегия с элементами кликера и rpg сеттинге научной фантастики и с элементами антиутопии стилистикой мы выбрали черно-белый минимализм с небольшими цветовыми акцентами монетизируемся мы на показе рекламы и на внутриигровых покупках на начальной стадии мы не ну то есть на начальной стадии это синглплеер но дальнейшее развитие проекта мы видим в виде мультиплеерной игры и так core gameplay core gameplay это фактически игрок видит астероид летает вокруг него по орбите визуально находит залежи полезных ископаемых кликает на них и добывает их таким образом заполнив трюм корабля он улетает на базу где все это продает получает за это деньги и соответственно переходим к мета геймплею то есть игрок думает как максимально улучшить свой билд чтобы сделать свои путешествия на астероид экспедиции к астероидам максимально эффективными с точки зрения финансов но целью нашего пич является во-первых найти издателя во вторых получить некоторый фидбэк с аудиторией вот целевой аудитории нашего проекта мы видим людей старше 25 лет скорее мужского пола с интересами в области космоса фантастики а также политики но доход нашего игрока средний и выше среднего профессии скорее всего мы предполагаем что это будут технические то есть это программисты и инженеры семейное положение нам не важно контекст игры то есть мы предполагаем что игрок будет играть во-первых по дороге на работу где-то в транспорте во вторых в волшебной комнате вот и в третьих игрок будет играть просто на сон грядущий прямых конкурентов того геймплея который мы задумали мы не нашли но вот по духу нам очень близок deep rock галактик но deep rock галактика он про дворфов где дворфы сидя значит на космической базе потом они улетают в экспедиции на астероид но вот там майнят там с ними случаются всякие странные непредвиденные обстоятельства вот это вот то что в общем то будет и у нас но у это будет в виде серьезного такого на серьезном лице подаваться вот они с дворфами в космосе вот с точки зрения мобильных конкурентов и референсов вот можно назвать idle planet miner вот в нем есть некоторые элементы на геймплея которые мы задумали в части например апгрейда корабля вот экзомайнер который мы выбрали как референс несколько дней назад был выпилен со всех сторов вот поэтому возможно он освободил место для нас так ну ключевые утп нашего проекта во первых это процедурная генерация всего и вся каждая новая игра она будет уникально то есть игроку в разной последовательности будут выпадать события некоторые события с ним могут не случиться какие-то там будут более часто случаться то есть фактически у нас достаточно большая планируется реиграбельность вот помимо всего прочего главным графическим у т.п. нашего проекта является крутой фантастический интерфейс живой с анимированными виджетами с летающими шкалами с простраиваемыми траекториями то есть вот все что можно увидеть там фантастических боевиках но мы это реализуем и он будет отзываться на действие игрока естественно но также у нас достаточно сильно планируется рпг составляющие то есть возможность апгрейда кораблей там и большой простор для мета геймплея в плане построения билдов но также у нас запланирован нелинейный сюжет с шестью различными вариантами концовок некоторые из них достаточно тяжело будет получить да потому что ну то есть они будут требовать достаточно специфических условий таймлайн нашего проекта то есть в принципе мы сейчас находимся где-то ближе к концу подготовки вертикал слайса вот через где-то месяц мы надеемся уже возможно закрытую бету запустить вот там дальше соответственно и до софт-ланча недалеко процесс как мы ведем процесс gdd у нас в принципе по большей части ведется в миро потому что костяк команды художники нам визуально коммуницировать гораздо проще чем как-то иначе вот здесь вот представлены визуальные референсы на интерфейс то есть на нашу главную штуку главную фишку нашего проекта вот мы по мотивам этих референсов отрисовали основные экраны которых будет собственно происходить игра но сейчас собственно мы находимся на стадии когда мы это все будем заносить в проект но вот по именно графическому контенту то есть мы сейчас выбираем между такой брутальной фантастической стилистикой и между более-менее реалистичными космическими кораблями там такими которые можно увидеть сейчас там в новостях про илона маска там и про орбитальная станция но она в нашем проекте существуют определенные риски то есть мы в принципе предполагаем что там мы можем по системным требованиям немножко не пролезть на все устройства у нас могут быть проблемы с размером билда вот также проблемы с нестандартными шейдерами мы с этим сталкивались на других наших проектах вот ну и также у нас возможно проблема с текучкой кадров но мы в этом плане достаточно опытные ребята и чем знаем как с этим бороться вот что мы ждем от издателя во первых от издателя мы бы хотели бюджет на рекламу и какой-то пиар во вторых мы бы хотели помощи в привлечении трафика то есть в том как правильно это все настроить вот в этом у нас компетенции мало тут нам бы хотелось получить помощь команда проекта у нас два художника у нас project manager и у нас программер контакты большое спасибо и теперь короткий атмосферный ролик хотелось бы поставить да пока я могу отвечать на вопросы главный вопрос вот именно конкретно чем ты занимаешься и мог бы ты на выделить компетенцию вашей команды то есть какой опыт до этого какие игры из какой индустрии кто пришел да хорошо то есть в данный момент я ведущий 3d артист также гейм дизайнер и визионер проекта в принципе то есть ситуация какая у нас с моим компаньоном есть уже студия компьютерной графики которая существует уже давно и у нас очень высоко в этом направлении компетенция вот и мы решили поднять теперь направление разработки компьютерных игр и соответственно это одни из наших первых проектов опыт разработки конкретно игр нет но у нас есть два выведенных в store мобильных приложения которые были сделаны на движке юнити но одно из них относятся к архитектурной визуализации то есть это приложение для рекламы большого квартала большого застройщика и его в общем квартала небоскребов хедлайнер а второе приложение это приложение для офтальмологов которые кстати единственной в мире позволяет рассматривать с мобильного телефона в реальном времени реконструированные с томографа трехмерной модели куда вас есть геймплейное видео именно не снимать как геймплей нет они сожалению геймплейного видео нет но у меня есть прототип который принципе рабочий в него уже интегрированы даже реклама но он выглядит специально выглядит в общем абсолютно без графики из абсолютно никакими там шрифтами естественно и совсем прочим я могу это том дать смотреть что ж спасибо спасибо большое тимур и